Новости региона в эфире. Всех приветствую в студии Анны Рязановой. Вот о чем мы с коллегами расскажем в этот вторник. Выплаты которых ранее никогда не было и послабление для бизнеса в виде обнуления налогов. Как власти региона комментируют заявление президента? Окончание отопительного сезона на сегодняшний день невозможно, поскольку температура воздуха еще низкая. Какой градус будет оптимальным? В САФО продолжается акция «Университет Добрана» для тех, кто оказался в сложном материальном положении из-за пандемии. Какую помощь уже удалось собрать? Нерабочие дни закончились, но ограничительные меры, например, в нашем регионе, продолжатся до конца мая. Многие предприятия, общепит, фитнес-центры, сфера услуг по-прежнему будут закрыты. Вместе с тем, заявления, сделанные накануне президентом, помогут смягчить вирусный удар как для бизнеса, так и для населения. По предложению главы государства, в два раза увеличат минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие молодые родители. Семьям, не имеющим права на материнский капитал, выплатят по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на ребенка до 3 лет. Сумму начислят за каждый месяц. И самое главное, 1 июня начнут выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 по 15 лет включительно. Уже сегодня заявление можно подать через госуслуги. В пакете мер для бизнеса серьезные налоговые послабления. Отдельно я хочу отметить и поблагодарить президента за решение о том, что за второй квартал для представителей наиболее пострадавших отраслей, компаний, представляющих наиболее пострадавшие отрасли, будут списаны налоговые и страховые взносы. Фактически будут прощены это то, с чем к нам часто обращались наши предприниматели. Также с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа с льготной ставкой 2%. Если предприятие сохранит занятость на уровне 90%, то сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Кроме того, на докапитализацию региональных институтов развитие будет направлено 12 миллиардов рублей. Это позволит продолжить выплаты займов бизнесу. Вторая волна паводка продолжается в регионе. В Вельском и Устьянском районах ситуация стабилизировалась, люди возвращаются в свои дома. Властям предстоит оценить ущерб и помочь жителям справиться с последствиями. А вот в Шенкурском районе ситуация осложнилась. Есть потопление в Ровдино и близлежащих населенных пунктах. Также затоплены трассы регионального и местного значения. В Пинежском районе страдают 5 населенных пунктов. Среди них Кеврола и Шардани. В Кевроле в местной школе развернут пункт временного размещения. Прибыли спасатели из Архангельска. По предварительным данным, сейчас мы на 4 дня, но в зависимости от того, как будет изменяться обстановка, возможно, придется остаться дольше. Но пока сейчас обстановка достаточно стабильная. То есть надеемся, что в 4 дня мы уложимся. Лично мы уже привыкли. Три года. В 2000-2016, да? В 2014-2016, в 2016-2016. И вот сей год. Так что мы привыкли. И у нас одно здесь. Или пожары, или наводнение весной. Пик повышения уровня воды в Пинежском районе ожидается следующей ночью. Руководство компании «Экопрофи» транспортного оператора по вывозу ТКО в регионе с рабочей поездкой побывало в ряде районов области. Все для того, чтобы выстроить эффективную работу с населением и местной властью. Согласовать планы по охвату труднодоступных территорий. Проконтролировать качество оказания услуг. Алексей Карельский продолжит. До недавнего времени услугами по вывозу твердых коммунальных отходов было охвачено без малого 75% жителей Ленского района. По данным, на 1 мая уже почти 86%. Были вопросы по Козьминскому муниципальному образованию. Будут ли оттуда вывозиться тоже. Мы эту работу начали выполнять в Козьмино, Сойго, Литвино, Лена и Усть-Очья. Однако надо понимать, что регулярный и качественный вывоз отходов зависит не только от перевозчиков и транспортного оператора. Эту тему руководство компании «Экопрофи» и обсуждает с властью на местах. Контейнер-площадка обустроена. Частично, непонятно. Частично. Вот мы тоже хотели подъехать посмотреть. Зимой в Ленском районе оборудовали 11 площадок. В мае планируют еще 16, но потребность 70. Нужна и сама Тара. В настоящее время запущены торги на приобретение 58 контейнеров. С момента обустройства полностью на 100% всех этих контейнерных площадок и контейнерами будет осуществляться содержание этих контейнерных площадок муниципалитетом. Кстати, далеко не везде готовы признать, что мусор вокруг площадки – зона ответственности ее собственника, муниципалитета или управляющей компанией. Перевозчики подбирают только то, что рассыпалось при погрузке в спецтранспорт. Этот вопрос часто вызывает споры. В Великодском районе его хотят решить через аукцион. «Было выделено около 5 миллионов рублей. То юридическое лицо, которое выиграет аукцион, будет обслуживать эти площадки. Естественно, снимет проблему как и у перевозчика, так и создаст благоприятное настроение жителей данного района, потому что будет вот это безобразие ликвидировано». Работы победителя аукциона хватит. Количество мест временного хранения отходов в районе увеличивается. «У нас в конце 2019 года установлено дополнительно 182 контейнерные площадки. В этом году мы приобрели 560 контейнеров, из них 420 уже установлены, остальные будут установлены до конца мая». На Велиде стремительно растет и процент охвата населения услугами по вывозу ТКО и КГО с 26 до 98%. Позитивную динамику «Экопрофи» отмечает и по итогам поездки в Красноборский район. Там показатель увеличился с 67 до 83%. Алексей Карельский, Регион 29. В Архангельске проводится проверка по факту гибели жителя Узбекистана. 22-летний студент Сафу упал с крыши девятиэтажки на Приорова. «От полученных травм он скончался на месте происшествия. Со слов очевидца установлено, что мужчина употреблял спиртные напитки на крыше дома и по собственной неосторожности упал вниз». Подобных случаев падения за эти выходные было еще несколько. Из окон жилых домов выпали четверо детей. Еще один взрослый выпал из окна обсерватора на Холмогорской. К счастью, все пострадавшие остались живы. Отопление в домах Архангельска отключат не ранее, чем на следующей неделе. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, окончание отопительного сезона на сегодняшний день невозможно, поскольку среднесуточная температура воздуха еще низкая. Необходимо, чтобы она была на уровне плюс 8 градусов в течение пяти дней. Но тепло вернется в Архангельск только к пятнице. Столбик термометра поднимется до плюс 13. А пока управляющим компаниям необходимо провести регулировку теплоузлов в домах, если имеются, конечно, просьбы жителей. Северный хор присоединился к всероссийской музыкальной акции в честь 9 мая. Музыку Победы слушала вся Соломба. Концертной площадкой стал дом на улице Маяковского, где живут артисты коллектива. Выступление уже можно увидеть в соцсетях, а одно из первых это довелось сделать нашей Натальей Пулиной. Нетленные строки о великой победе из каждого окна. Так необычно, но бесконечно красиво. Артисты северного хора поздравили горожан с 9 мая. В репертуаре любимые всеми Катюша и Смуглянка, а также песня праздничная на музыку Нины Константиновны Мешко. Поем твором есть такая всероссийская акция, мы ее поддержали. И как видите здесь, в доме на Маяковского 13 живут разные семьи. И медики, и представители образования, и работники культуры. Поэтому артисты согласились поддержать этот проект. Дистанционные репетиции заняли месяц. Ларису Попову в необычной задумке поддерживает муж Семен и сын Арсений. Все-таки к такой импровизированной сцене артистам привыкнуть нелегко. Очень волнительно. Мы очень переживали, даже когда репетировали просто. Мы благодарны нашим ветеранам, нашим родным и близким, и тем, кто отдал жизни. Режим самоизоляции не позволил пройти по улицам города бессмертному полку. Поэтому артисты решили не терять возможности и еще раз рассказать о подвигах своих родных. Мой дедушка Гмырин Федор Николаевич. Он сержант. Он воевал на Дальнем Востоке. Воевал с Японией. Семь лет. А это его жена, моя бабушка Гмырина Елизавета Ивановна. Она труженик тыла. Вот когда он пришел с войны, он женился на ней. И вот шестеро детей у них. Акция «Поем двором» прошла впервые. Это своеобразный ответ на режим самоизоляции. Вечером 9 мая, день победы с балконов и окон, пела буквально вся страна. Я такого никогда не видел. И мне очень приятно, что именно в нашем регионе есть такая возможность. И профессионалы такого уровня, вокального, собрались в одном месте. Мне кажется, что это лучший подарок, который сегодня могли получить наши ветераны. И я очень надеюсь, что благодаря вам, благодаря трансляции, которая велась, это дойдет до каждого ветерана и войдет в каждый дом. Так и есть. Ведь что, как ни песня, помогает стать друг другу чуточку ближе, стирая все расстояния и социальные дистанции. Наталья Пулина, Денис Линчевский. Регион 29. В САФУ продолжается акция «Университет добра». Она для тех, кто оказался в сложном материальном положении из-за пандемии. Продуктовые наборы получают студенты, сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, молодые родители и обучающиеся из других государств. Помогают университету диаспоры региона, а также ассоциации выпускников САФУ. В пакет у нас входит это и греча, это макароны, это тушенка, это чай, это конфеты. Наборы с продуктами передают волонтерам, которые доставляют их в общежитие. Ведение САФУ их 13. Проживает на сегодняшний день осталось студентов, это почти полторы тысячи ребят, которые вынуждены остаться были здесь, так как приехали многие. Это 700 почти человек иностранных студентов, которые не могут не уехать сейчас даже в такие трудные условия. И многие ребята приехали из других регионов и дальние районы, куда невозможно долететь дорого, и они вынуждены даже на дистанте заниматься здесь и остались в такой ситуации в общежитиях. Точкой сбора продуктовых наборов стало новое общежитие САФУ. Подробности акции на сайте университета принять участие может каждый. Артем и София – это самые популярные имена, которые давали малышам, родившимся в апреле в нашем регионе. Родители также чаще всего выбирали для своих детей такие имена, как Максим, Тимофей, Ксения и Ева. Самыми редкими в прошлом месяце оказались Петр, Давид, Макар, Татьяна, Амелия и Юлия. Всего же за апрель в Поморье родились 785 детей, из них примерно треть – это первенцы. Больше всего малышей появились на свет в Архангельске, Северодвинске и Котласе. Правда, общие показатели рождаемости, согласно данным ЗАГС, снизились. За первые четыре месяца 2020-го в Архангельской области родились 2894 ребенка. В аналогичный период прошлого года цифра была 3114. Такие новости материалы выпуска в группе в соцсети. Оставайтесь дома и скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова